А теперь давайте пройдемся по огороду и посмотрим, в каком состоянии находятся овощи. Это капуста брокколи, ремонтантный гибрид фиеста. У растения, обращаю ваше внимание, очень мощная розетка листьев. Это гарантия того, что будет крупная головка. И, кстати, головка уже начала расти. Справа от меня суперранняя цветная капуста. И сегодня мы уже соберем урожай двух головок. На этой грядке растет два разных гибрида. Самый первый это уайт эксел, но он не самый крупный. И чуть покрупнее, и чуть позже будет гибрид смила. Большую часть времени вся моя капуста провела в закрытых нетканым материалом грядках. Иногда открывали для проветривания. Но сейчас наступила жара. И снова нужен нетканный материал, чтобы защитить, но уже от палящих лучей солнца. Мои грядки собраны таким образом, что я могу оставлять их полуоткрытыми. То есть над моим огородом всегда будет шапочка из нетканого материала. И проветривается, и от солнца защищает. Между капустой мы высевали редис. Мечта Алисы. Дуся. Ну вот самым крупным оказался гибрид царевны. Поэтому очень рекомендую. Редис просто огромный, но сегодня нужно все собрать. Здесь, наверное, будет целый ящик. Он перерастает. И, кстати, редис, если его помыть, немножко просушить, сложить в пакет, и будет неплохо храниться в холодильнике. Самый первый урожай томатов мы снимаем в кашпо. Как всегда, самый любимый гибрид каменный цветок. Зелень мы стараемся высевать регулярно. Устраиваем зеленый конвейер. Вот еще одна грядочка, которая, в общем-то, уже готова. Здесь новая партия редиса, укроп, различные по цвету салаты, петрушка и лук. Я очень люблю качаные салаты, и на днях буду сеять их на рассаду. И вам тоже рекомендую это сделать. Синдзя и лука. Баклажаны, пусть не очень быстро, но, тем не менее, приходят в себя, и на них уже даже есть урожай. Два раза мы снимали плоды, и можно еще снять, чтобы они не тянули сейчас соки с растения. Я планирую получить хороший урожай с нового гибрида «Виталик». Мы уже очень давно снимаем урожай ранних огурчиков. Первую партию мы высаживали в контейнеры и привезли прямо в теплицу. И также в теплицу с обогревом тоже высаживали рассаду. Но эти огурчики уже выглядят неприглядно, и я считаю, что нет смысла огурцы лечить, как-то подкармливать особенно. Лучше высадить новую партию, что я и сделала. На эти грядки я высадила новые гибриды. Запомните их имена. Это «Маринин», «Фуллхаус» и «Хитрец». Очень рекомендую попробовать. Это портенокарпические гибриды с очень высокой урожайностью. В этом домике растет 12 разных гибридов череп. Вот, например, чересофа. Посмотрите, у него картофельный лист, и уже завязываются кисти. Весь мой урожай, как всегда, выращен из семян Агро фирмы «Партнер», потому что люблю и доверяю. И, кстати, на сайте семенапартнер.ру сейчас еще можно приобрести новинки. На этой грядке в маленькой теплице стояли кашпо с огурцами. И, кстати, пользуясь случаем, в очередной раз хочу вам прорекламировать гибрид, который называется «Трюкач». Вот сколько он нам уже дал урожай. И посмотрите, до сих пор весь в плодах. Как внизу, так и наверху. Сегодня прямым посевом хочу посеять огурцы. Выбрала еще один новый гибрид, который называется «Шторм». Ранний портенокорпический, все как обычно. По краю грядки я сажала свеклу. Это гибрид Пабло. Также капусту, ранний гибрид Настя. Потихоньку мы это употребляли в пищу, снимали урожай. Но еще это очень прекрасно едят слизни. Сил у меня уже с ними бороться здесь нет, поэтому этот урожай я просто хочу убрать. В принципе, эту грядку весной я неплохо заправила. Дополнительно вносить удобрения не буду, но внесу конскую подстилку. Мы покупаем на дороге прямо в мешках. Ну и заделаю в почву. Далее я грядку хорошо увлажняю. Огурцы, конечно, любят органику и не просят даже отведать свежие органики. Но надо понимать, что в живой органике пойдут процессы разложения. И в любом случае там будет патогенная микрофлора. Поэтому в обязательном порядке, перед тем, как что-либо высаживать, сеять в почву, нужно внести микробиологический препарат. Мой препарат содержит штамм бактерии Bacillus subtilis. Буквально 15 мл на 10 л воды. И мы избавляем себя от многих проблем. Сильно проливать грядку не нужно. Достаточно лишь слегка смочить. Но вот заодно можно дать огурчикам и томатам. Кстати, гибрид пламя у нас уже начал буреть. Причем томаты можно просто искупать с лейки. Грядка для посева готова. Теперь нужно сделать лунки и разложить семена. Довольно часто бывают вредители, которые семена в почве съедают. Чтобы этого не произошло, их нужно отпугнуть. Берем ватную палочку, с двух сторон макаем в деготь и кладем рядом с семенами. Они близко не подойдут к этому запаху. Так как почва влажная, просто заделываем лунки, семена и больше сверху не поливаем. Для того, чтобы появились сходы быстро, тоже нужен воздух. Эти огурцы начнут давать урожай в августе. Поэтому, если не хотите осенью остаться без урожая, сейте. Грядки я смачивала биозащитой от болезней. Но в принципе можно использовать любой микробиологический препарат, который содержит бацилла, субтилис. Есть аллерин, гомоир, есть фитоспорин. На ваше усмотрение. Самое главное, что все эти продукты, впрочем, как и семена, новые гибриды огурцов, всегда есть в интернет-магазине на сайте Семена Партнер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова